Приветствую вас, аноним. В общем, ваш вопрос я понял не очень, кроме того, что между вами и вашим ребенком очень слабо простроены личные границы. Раз, вы ее гиперопекаете. Два. Это другое является, в общем-то, довольно серьезной проблемой для ребенка, может серьезно ему довредить в будущем и в жизни. Поэтому, если говорить о проблематике, то вот, как бы, здесь и сейчас, наверное, присутствует это. Но, вы говорите о том, что вас предал муж, и, как бы, это говорит, в свою очередь, о том, что предательство вы не простили, его, скорее всего, не простили, а даже, если простили, то все равно продолжаете считать, что он вас предал. С точки зрения психологии, если человек считает, что его предали, он прикладывает ответственность на другого человека за то, что тот не оказался таким, как и мы его себе представляли. Предательство, это ведь всегда в определенной степени про изменения. Предательство, это ведь всегда в определенной степени про перемены. Это всегда в определенной степени про то, что человек не соответствует нашим ожиданиям. и про то, что некоторые изменения, которые с ним происходят, ни мы, ни даже он сам, к сожалению, не принимает. И, наверное, наверное, в этом накроется другая история. История связана, как мне кажется, с тем, что вы сложно реагируете на перемен. То есть да, формально внешне вы открытый человек, вроде бы такой достаточно демократичный, но то, что вы описываете, очень похоже на запрет изменений, себе запрет изменений, другим людям склонность к контролю в определенной степени. Вот и, значит, вот повторюсь, проблематика с личными границами. То есть вот именно, что, ну, если у вас вот такая сложность, потому что роды были тяжелые, вы возможно боитесь ребенка либо потерять, либо чувствуете себя, не знаю, чувствуете себя виноватой перед ней. Вот, но что бы это не было, да, вот, что бы это не было, и чем бы это не было, то, что сейчас происходит между вами и реберком, вот, то, что вы их там вместе спите и прочее, да, вот. Это, конечно, говорит о проблемах личных границ, и вам требуются эти личные границы установить, а ребенку все-таки уже становится самостоятельно, а вам поработать с тревогой, с контролем, вот, чтобы не тратить столько сил на такие вещи, да, вот. Ну и личную жизнь подкорректировать тоже более чем реально, потому что пытать счастье на сайтах для ознакомств мне лучше что вы можете сделать, не лучше, вот, вообще пытать счастье, мне кажется, не лучше, что вы можете сделать. Ну вот, я имею в виду для себя, вот, вот, поэтому отношения с мужчинами, как мне кажется, выстраивать нужно несколько иначе, несколько по-другому, что ли, вот. не так, как, может быть, вы это делаете сейчас, пытаясь. это, мне кажется, не лучшая идея, не лучшая работа, не лучшая работа. Потому что, к мужчинам, к мужчинам, в таком ключе, я боюсь, что вы относитесь как к каким-то, может быть, может быть, к вещам, может быть, к какой-то ценности, такой ценности, достаточно, ну, достаточно материал, достаточно материальные ценности. Мужчины это личные ценности. И вполне возможно, что ваш муж предал вас, как вы говорите, в том числе. потому, что вы не видели меня в личности. Не потому, что вы, вот, такая плохая, не заметили мне чего-то. потому, что изначально ваши отношения могли выстраиваться на без личной основе. Я такие отношения видел, 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 видел неоднократно. И всегда пытаюсь направить людей все-таки немножечко, там, глупо показать, что человеческие отношения могут быть разными, они могут меняться на протяжении жизни, они могут приобретать весьма паровые причудливые формы, что абсолютно нормально. и Ваня не терять в этот момент контакт с людьми. Мне кажется, что вы, если вот, ну, если заметите, вот, если будете, ну, внимательны к себе, то вы увидите, что в определенный момент контакт с мужем вы скорее всего потеряли. А дальше все пошло уже, в принципе, по накатам. Вот. А дальше все уже пошло так, как обычно бывают, вот, какие-то обиды, вот, какое-то отдаление, там, т.д., т.д., т.д. Даже если вам кажется, что, это случилось внезапно, т.д., ну, совершенно неожиданно. Так не бывает. Вам больно, я уверен, что, какая-то, ну, какая-то больно от предательства. Вот. Наша задача, как психологов, помочь вам эту боль прожить, чтобы она, она вас не может нечего, а вот, чтобы давала жить дальше, чтобы вы взаимодействовали с мужчинами. Не, чтобы попытать, попытать счастье, а, чтобы что-то человеку дать, но при этом стремясь человеку, что-то дать, чтобы вы при этом, при всем не теряли бы себя, чтобы не предавали бы себя, чтобы вы имели возможность оставаться собой. Да, я не очень понял, чего вы здесь в рамках своего вопроса. Что значит, что вы боитесь упустить лучше, как именно? Что значит, что вы боитесь упустить? Я не очень понимаю. Вы говорите, что она знает слишком много, но она знает слишком много от вас. Потому что у вас нет личных границ. Да, она будет оберегать вас от мужчин. И она будет вас ревновать, пока вы от нее не сепарируетесь. То есть, пока не пройдет процесс сепарации. Сепарировано. Вот. Процесс этот, он не безболезненный, к сожалению. Процесс этот, как бы, довольно неприятный местами. Потому что ребенок может прибегать к манипуляциям определенного рода. То есть, он может сэнтажировать, может сэнтажировать, может сэнтажировать, может угрозать, может скандалить и так далее. То есть, тут вот эндом. Вопрос, конечно, заключается в том, готовы ли вы к работе над собой? Ради себя, ради ребенка, если да, тогда мы вам поможем. Если да, если нет, то я боюсь, что все останется так, как есть сейчас, и ребенок будет иметь все риски быть привязанной к вам, а вы иметь все риски не быть больше женщины, а быть только матерью. Что будет в лес выливаться? Конечно, вы определенный негатив. Ну, определенный негатив я имею ввиду на рост. Вот смех почему-то в вашем контексте казалось бы очень хорошо, что вы посмеялись с дочерью. Как вы сказали, с ней с дочерью посмеяли. Но мне кажется, что здесь таким образом вы справляетесь с неловкостью, потому что от самой ситуации в целом вам, вероятно, неловко. И смех призван разрядить вот эту вот атмосферу напряжения, неловкости, которую у вас может быть. Но это же не совсем искренне получается. Получается, что со своей дочерью вы не совсем искренне. Вы вроде бы с ней близки, достаточно. Это отлично. Но в то же время не искренне. Вот. Как мне кажется, как мне кажется, это может быть проблема тоже. Вот. Вот такие моменты хотел вам и озвучить. Вот. Такие моменты хотел сказать. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Я хочу пожелать вам всего доброго, успехов. И хочу пожелать, чтобы ваша искренность, открытость была вам только на пользу. Пронесла бы вам только счастье. Вот. Не только вам, но и вашим детям тоже. Вот. Сейчас, к сожалению, это вот больше про проблемы личных границ. Как бы, ну, выглядит это. Больше похоже на проблемы личных границ, чем на открытость. Ага. Вот. Чем на такую, знаете, вот, ну, условно, да, на некоторую свободу. Свободу отношений. Вот. Потому что... Потому что... Осуще личных границ и контроль... Это не... Открытость. Как таковая. К сожалению. Вот. Это все-таки немножко другое. Вот. А вот... Такой ответ я хотел бы вам дать. А... Еще раз, ам... Уляшим, всего самого доброго. Så... Так... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...